Привет друзья! Сегодня я подготовил для вас подборку из 10 лучших игр, которые можно поиграть вдвоем. Будь это кооперативный режим, мультиплеерный или просто соревнования между друзьями. Здесь есть игры на любой вкус. Готовы окунуться в мир увлекательных приключений? Тогда лайк сейчас, комментарий потом и давайте начинать! Lighter Frontier это захватывающий и расслабляющий симулятор фермы в футуристическом мире, где вы отправляетесь на просторы бескрайнего космоса, чтобы заняться своим любимым делом. В мире игры вас ожидают непредсказуемые и опасные приключения, и вам придется выживать в самых сложных и опасных условиях. Расширяйте свою территорию, развивайтесь и грамотно управляйте ресурсами, не забывая при этом об угрозах извне и готовясь к атакам. Динамика игры проработана на высшем уровне, поэтому скучать точно не придется. События разворачиваются на отдаленной и неизвестной планете с уникальным биомом, который постоянно меняется, и вам придется быстро адаптироваться к этим условиям. Вам поможет универсальный робот, которым вы будете управлять, совершенствуя вашу ферму со всех сторон. Открывайте новые виды растений, расширяйте территорию и достигайте своих целей любыми доступными средствами. Lighter Frontier предлагает вам захватывающее путешествие по космосу и возможность создать процветающую ферму в самых невероятных условиях. Сенгоку Денести – игровой проект, разработанный в жанре симулятора жизни с элементами приключенческого экшена, который отправляет нас в прошлое, а именно во времена феодальной Японии. Нескончаемые стычки и восстания привели к началу гражданской войны, развязать которую принимается отважный герой. Каждый регион отныне захвачен настоящим хаосом, и тебе нужно найти возможность создать территорию, где все будут жить в мире и согласии. Задача не из легких, а поэтому отправляйся на исследование ближайших земель, раскрывая мрачные тайны, заводя новые знакомства и собирая причины конфликтов, чтобы не допустить их в своем будущем сообществе. Найдутся и те, которые будут всячески тебе противостоять, поэтому важно подготовиться к подобным конфликтам, собрав мощное вооружение и обучившись определенным навыкам ведения боя. Разработчикам удалось разнообразить игровой процесс сразу двумя уникальными режимами, один из которых предлагает тебе пройти сюжетную кампанию, когда другой представляет из себя классическую песочницу. Returnal – это оригинальный шутер от третьего лица с элементами рогалика, который позволит с головой погрузиться не только в красочный мир чужеродной планеты, но и насладиться запутанным научно-фантастическим сюжетом в духе фантастических книг середины 20 века. История рассказывает о селении – девушке-астронавте из компании Астрак, которая была вынуждена совершить экстренную посадку на планете под названием Атропос. Каково же было удивление девушке, когда та увидела бесчисленное количество собственных трупов на поверхности Земли? Теперь ей предстоит разгадать тайну далекой планеты и попытаться вырваться из современной ловушки. Ведь при каждой гибели вы возвращаетесь на исходную точку, а окружающая среда меняется до неузнаваемости. Элементы психологического хоррора добавят тревожности и не дадут расслабиться ни на минуту во время игрового процесса. Особенно по началу, когда все окружение кажется максимально чужеродным. Нередко вы будете спускаться в темные пещеры или пробираться сквозь узкие ущелья, и неизвестно, что ждет вас в конце. Позаботьтесь заранее, чтобы в вашем арсенале было несколько типов оружия, а экипировка надежно защищала все участки тела. Иначе вы рискуете вновь и вновь возвращаться на начальную локацию. Уделите особое внимание возвышающейся над планетой башни Сихизы. Именно здесь хранятся воспоминания предыдущих обитателей планеты, а также интересные факты и предыстория главной героини. Принимайте участие в ожесточенных испытаниях и преодолевайте многочисленные трудности, чтобы поставить новый рекорд и открыть доступ к эксклюзивным предметам. Синкинланд. Проект, разработанный в жанре симулятора выживания, где мы отправимся исследовать открытый мир, переживающий последствия апокалипсиса. События расскажут о внезапно случившейся глобальной катастрофе, после которой все континенты Земли погрузились под воду. Лишь небольшому количеству людей все же удалось выжить, и теперь они борются с новыми условиями существования на небольших клочках суши. Ты же сыграешь роль одного из таких выживших, который принял решение создать собственный лагерь и всячески его развивать, улучшая условия для безопасной и комфортной жизни. Задача не из простых, ведь впереди тебя ожидает масса преград и опасностей, справиться с которыми не всегда будет легко. Отправься на исследование окружения, чтобы раздобыть ценные материалы, ресурсы и вооружение, а также подзаботься о развитии собственных боевых навыков, ведь без стычек с противниками не обойдется. Расширяй поселение и модифицируй его, привлекая все больше и больше жителей, тем самым отодвигая конкурентов назад. Вальтарес – это тактическая ролевая игра, сюжет которой переносит вас на просторы седневековой вселенной. Вы окажетесь в незнакомом мире, погруженном в пучину варварских войн. Вы должны возглавить отряд наемников и вместе со своими войсками противостоять бесчисленным вражеским силам и раскрыть секреты сурового мира. Путешествуйте по многочисленным локациям, взаимодействуйте с другими персонажами и пополняйте свою команду новыми воинами. Вы будете выполнять интересные и разнообразные миссии, сражаясь с врагами всеми доступными видами оружия. Уничтожайте врагов и используйте полученные очки опыта для улучшения способностей всех воинов вашего отряда. Приобретайте новое оружие и улучшайте имеющийся арсенал, чтобы одолеть самых жестоких врагов. Выживайте и добивайтесь успеха во враждебном мире. Вас ждут веселые пошаговые приключения и пошаговые сражения, где победа будет зависеть от выбранной вами тактики. Узнайте слабые стороны своих противников и максимально используйте свои боевые способности, чтобы победить их. Икарус – игровой проект, разработанный в жанре ПВЕ, где нам предстоит выживать в суровой реальности окружающего мира. Первым делом стоит отметить наличие кооператива, который может включать одновременно до 8 человек, что позволит игроку отлично провести время в компании друзей. События отправляют нас на просторы планеты Икар, которую до недавнего времени хотели колонизировать люди. Но миссия была провалена в ходе неудачной попытки трансформирования, после чего атмосфера здесь стала ядовитой. Прошло много времени до того момента, когда ученые сумели выяснить причину ошибки человечества, и теперь интерес к Икару проснулся вновь. Нам же предлагается исполнить роль старателя, который вместе со своей командой отправляется на просторы планеты, чтобы обрести богатство, ценные ресурсы и постараться исправить сложившуюся ситуацию. Условия жизни здесь далеки от совершенства, ведь тебя ждет суровое окружение, способное отобрать жизнь в два счета. Развивай свои навыки, добывай ценные ресурсы и не забывай, что главным ограничением пребывания на Икаре является время. Подключи смекалку, отвагу и быстродействие, чтобы справиться с миссией и достичь успеха. Bug for Blood – это кооперативный и онлайновый шутер от первого лица, от создателей первой части серии Left 4 Dead. Игра позиционируется как духовный наследник вышеупомянутой серии, но в отличие от нее, в этой игре также присутствует режим PvP. В ней мутантами могут играть другие геймеры, что делает игру более интересной и разнообразной. Событие происходит в мире постапокалипсиса, где большинство жителей планеты были уничтожены зомби-вирусом неизвестного вида. Теперь многие выжившие скитаются по миру и пытаются найти место, где они смогут жить в мире. Основной режим игры – кооперативный для четырех игроков. Каждый игрок берет под контроль одного из персонажей, который отличается определенными навыками и внешним видом. Вместе им предстоит выполнить множество миссий, каждая из которых представляет собой уникальную локацию со своим набором задач и внешним видом. Также стоит отметить наличие оружия дальнего и ближнего боя, а также полезных предметов, которые можно найти по мере прохождения сюжета. Зомби могут быть нескольких типов, и каждый из них отличается особыми способностями. Вы можете играть за одного из них и нападать на выживших, мешая им выполнять задания и двигаться дальше. Unraveled Woe – приключенческая анвичура в стиле платформера, которая вновь порадует всех любителей первой части и выпускает новую, и еще более увлекательную историю с неожиданными поворотами линии сюжета и различными испытаниями, а также нераскрытыми загадочными тайнами. Начнется твой путь с холодных земель, а мир по мере прохождения будет наполняться все более яркими красками. Перед тем, как начать игру, у тебя будет возможность самостоятельно создать собственного героя, вместе с которым ты отправишься в увлекательное путешествие по прекрасному миру, раскрывая его секреты и заводя знакомство с его обитателями. Игра вручает в себе возможность прохождения как в однопользовательском, так и в многопользовательском режимах, где ты сможешь здорово провести время со своими друзьями. Препятствий на пути будет масса, и каждое из них преодолеть ты сможешь только с помощью логического мышления, включив свою смекалку на полную. Ты сможешь познать настоящую дружбу, если будешь с позитивом относиться к каждой возникшей на пути проблеме. А вместе с друзьями ты сможешь пройти все испытания и одолеть всех коварных соперников, которых будет более чем достаточно пути к заветной цели. Набирайся смелости и смело отправляйся в этот загадочный мир, чтобы раскрыть все его тайны. Plants vs Zombie Battle for Neighborville Это интересная игра в жанре шутера. Действие происходит в городе Нейборвилль, где развивается настоящая война между растениями и зомби. К чему приведет эта тяжелая борьба зависит только от ваших действий. Будьте умны, обдумывайте каждый свой шаг, принимайте взвешенные решения и будьте готовы к борьбе с врагами. В игре вы встретите множество персонажей, которые станут вашими друзьями или захотят вас уничтожить. Не поддавайтесь на уловки обманщиков, используйте современное оружие и двигайтесь вперед. Выполняйте задания, узнавайте о причинах войны и попытайтесь спасти город от разрушения. Помните, что ваши навыки и способности будут постоянно совершенствоваться, поэтому к концу игры вы станете просто непобедимым. Оружие и инструменты также будут улучшаться в результате ваших действий. Симулятор радует игроков новыми персонажами, многопользовательскими картами, удобными режимами, поддержкой раздельного экрана и звуковыми эффектами. Поэтому все происходящее кажется реальным и фантастическим. State of Decay 2. Игра в стиле приключения на популярную тематику зомби. Здесь тебе предстоит вновь отправиться на сопротивление, чтобы как можно лучше защитить собственную жизнь. Мир, в котором ты находишься, погрузился в полный мрак вследствие возникшего вируса, который распространяется по поверхности со стремительной скоростью. Ты будешь выживать, а также спасать остальных выживших, чтобы одолеть тех, кто уже успел заразиться. На пути ты также будешь встречать различные дополнительные задания, которые принесут тебе бонусы, а также не забывай пополнять свой арсенал оружием и боеприпасами. Виртуальное пространство в игре открыто для исследований и достижений, поэтому старайся быть внимательным, ведь ты всегда сможешь найти для себя что-то полезное на той или иной локации. Зомби будут наделены интеллектом, и именно поэтому твоя задача становится еще более затруднительной. Более того, ты сможешь принять участие в многопользовательской игре, где в мир попадают настоящие люди с той же целью, что и у тебя. Отправляйся на путь восстановления справедливости, сражайся за собственную жизнь и спасай мир от нашествия ходячих мертвецов. Надеюсь, что мой топ-10 игр на двоих вам понравился и вы найдете для себя что-то новое и увлекательное. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео подборки. Буду рад видеть вас снова. До скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok